13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня будут высказывать депутаты Государственной Думы от Кировской области Сергей Доронин. Сергей Саныч, добрый день. Добрый день. Ну, не могу пройти мимо этого сообщения. Мы с вами не встречались с того времени. Я не видела ваших комментариев. Это сообщение от 13 октября. Зарплата депутатов Госдумы увеличит вдвое. Содержание Госдумы в следующем году подорожает на 40%. Правительство в основном одобрило проект федерального бюджета и вот заложило туда такой расход. Что-нибудь слышали об этом? И как вы к этому относитесь? В то время, как все остальные затягивают пояса. Я думаю, что это одна из многочисленных информационных уток. Слышал на самом деле, что и ходят разговоры в Государственной Думе, что будут поднимать заработную плату не более 20% аппарату в Государственной Думе. А от поднятия депутатам Государственной Думы, я думаю, что депутаты, как это и сделали в начале 2015 года, отказались от серьезных расходов на содержание самих себя. То есть мы отказались от служебных автомобилей практически. И я думаю, что от повышения заработной платы, естественно, депутатский корпус в такой ситуации должен отказаться. То есть вы будете стоять на том, если этот вопрос будет подниматься? Я думаю, что если этот вопрос будет обсуждаться, то моя позиция, она такая. Что нужно отказаться от повышения зарплат? Да. Ну, кстати говоря, между прочим, в бюджете на 2016 год также заложено повышение на содержание Совета Федерации на 35%. Будет интересно сравнить. Ну, это надо смотреть вообще структуру затрат, которые будут поднимать. Ну, ни для кого не секрет, что жизнь дорожает. И коммунальные услуги, и Государственная Дума, и Совет Федерации – это достаточно такая большая структура со своим аппаратом, со своими командировочными расходами, с работой телефонов, факсов. Ну, вообще, Государственная Дума, она работает практически в ежедневном режиме. Вот я, как депутат Государственной Думы, вам скажу, что по субботам, по воскресеньям большое количество депутатов работают. Тем более, начинается эта работа, очень интенсивная, в момент обсуждения государственного бюджета, который составляет несколько тысяч страниц, и огромное количество депутатов пытаются вникать и готовят вопросы сегодня как раз-таки к обсуждению. И здесь Государственная Дума, в том числе, ну, наверное, в первую очередь, комитет по бюджету, насколько я знаю, потому что у меня есть знакомые коллеги, они практически в круглосуточном режиме работают. И бывали даже случаи, вот наш депутат Оксана Дмитриева, они ночевали в стенах Государственной Думы, когда обсуждался именно комитетом бюджет Государственной Думы. Просто героический поступок, конечно. Да, но вот имейте в виду, что согласно документу, который представляет, собственно, Минфин, основной расход, рост расходов на содержание Нижней Палаты Парламента планируется по статье «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций». Персоналу, это имеется в виду, да. Понимаете, еще раз повторюсь, Государственная Дума, это и не только помощники депутатов, это и профильные комитеты, в которые входят действительно профессионалы своего дела, и технички, и уборщицы, и персонал, который обслуживает помещение. Вы же понимаете, какой контраст, да, в то время как сокращение по всем предприятиям зарплат на 30-40% и сокращение людей здесь в Госдуме повышает. Это, конечно, резонансно. Я вот впервые, по сути, от вас услышал о таких прогнозах и проектах, и прожектах, и я думаю, что это тема для обсуждения в Госдуме. Окей. Ну, вот да, на прошлой неделе в Госдуму внесен проект федерального бюджета на 16-й год. В данный момент обсуждается бюджет региональный. Давайте начнем с федерального, потому что, объясню, он еще не принят, да, он только внесен. И одновременно обсуждается наш региональный бюджет. Вот как можно обсуждать региональный бюджет, который у нас финансируется чуть ли не наполовину из федерального, когда еще федеральный не принят, или это нормальная процедура? Ну, я думаю, что эта процедура, в принципе, нормальная, потому что, ну, и региональный бюджет, и профессионалы, которые сегодня, значит, верстают этот бюджет, понимают, что им ждать, и какие налоговые поступления будут прогнозироваться в 2016 году. И, в принципе, практически база по расходам, она тоже понятна, она уже отработана. Это совершенно там другое время, это не 90-е годы, когда на коленке там бюджеты региональные, и тем более, значит, местные бюджеты и федеральный бюджет когда-то в 90-е годы практически там ежеквартально только верстался, да, и не было даже бюджета там годового, не говоря о том, что там трехлетний бюджет. Поэтому, в принципе, здесь ничего плохого нет, и ничего страшного в этом нет. Цифры все понимают и знают, тем более Минфин, все свои прогнозы, прогнозы по субсидиям, субвенциям, дотациям по государственным программам при формировании бюджета федерального уже в регионах дал. Поэтому бюджеты здесь, в принципе, бюджетный процесс, он идет. Вот это самое важное, нам теперь интересно, что происходит с дотациями с федерального бюджета нашему региону? Ну, вы знаете, в этом году вот по бюджету запланировано снижение выплат федеральных, значит, я думаю, что если переходить, наверное, сейчас к обсуждению с вами, да, документа как бюджет региональный, это достаточно такой объемный документ уже, да, но надо признать, что у нас по прогнозу доходная часть ниже, нежели в 2014 году, там на 3,4%, если говорить там в абсолютных цифрах, то эта цифра менее практически на 1 миллиард, да, рублей. Ну и расходная часть, соответственно, у нас снижается тоже, да, расходная часть у нас снижается практически на 2 миллиарда рублей. То есть нужно будет резать эти расходы на 2 миллиарда рублей? Расходы будут у нас резать, и у нас, значит, естественно, за счет дефицита будут на сегодняшний день серьезные проблемы, я думаю, что в социальной сфере. Серьезные проблемы, о чем я хочу сказать. Ну, в первую очередь, опять же, переходя к бюджету федеральному, наверное, многие слышали, что у нас индексация пенсий снижается от обещанных... Многие слышали, что пенсии вообще замораживают. Да, от обещанных правительством 12% индексация для неработающих пенсионеров составит примерно 4%. Но на ноль будут процентов индексировать пенсии работающим, пенсионерам. Также не будут индексировать пенсии военнослужащим и так далее и тому подобное. Там в разных категориях граждан. Вот. И, конечно же, это замедлит, на мой взгляд, рост экономики, потому что основной потребитель, опять же, отечественной продукции, как продуктов питания, там, сельхозпродукции и других отраслей, это в основном пенсионеры, это бюджетные работники. И здесь у нас возникают некие проблемы как раз-таки с экономикой и с развитием экономики и с вложением там от доходов инвестиций. У нас по прогнозам в следующем году будет снижаться оборот розничной торговли. А он и так снижается каждый год? Как говорят представители торговых центров, например, местных? Нет. Ну, розничная торговля – это не только торговые центры, это товарооборот в основном в магазинах продуктов питания. Ну да. В сетевых магазинах. Это да. Здесь по прогнозам на 8% у нас будет снижен товарооборот в следующем году. Это серьёзный показатель или там драйвер такой экономики. Это что значит? Люди будут меньше есть? Да. Это значит, люди будут потреблять меньше продуктов питания, переходить на более дешёвый белок, который необходим для потребления. Ну, то есть будут переходить на более дешёвые продукты питания и за счёт этого будет снижаться, ну и за счёт объёмов, естественно, будет снижаться потребление. Вы тогда мне, как специалист по сельскому хозяйству, скажите, если люди будут тратить меньше денег на продукты питания, будут покупать более дешёвые, а значит менее качественные продукты, то вообще какой смысл говорит о том, что сейчас в связи с импортозамещением наше сельское хозяйство рванёт вперёд и выше? То есть они, по сути, производители сельхозпродукции, продуктов питания, они должны производить большие объёмы, повышать качество, чтобы подтягиваться к тем продуктам импортным, которые вычеркнуты у нас с прилавков, и заполнять эти полки. А Вы прогнозируете о снижении на 8% потребления продуктов питания. Куда они-то? У нас затоваривание произойдёт, что ли? Что будет? Ну, понимаете, у нас на самом деле, ведь если говорить о потреблении, о нормах потребления, то они достаточно низкие, не сказать, что они там совершенно соответствуют странам третьего мира, но тем не менее есть по многим показателям, где Россия отстаёт от потребления... До Европы не дотягивая. ...европейских стран, там, Соединённых Штатов Америки, это и потребление мяса, это и потребление рыбы, это и потребление овощей, фруктов и так далее и тому подобное. Там достаточно большой перечень, которые оценивают специалисты. Значит, если говорить о сельском хозяйстве, то здесь, что называется, есть светлый луч в тёмном царстве, да, о чём я бы хотел сказать, о том, что бюджет сельского хозяйства, федеральный, впервые за многие годы, не подвержен секвестированию, его не сокращают, а предварительно министр финансов Силуанов говорил о том, что, ну, мы как с вами в передаче на эту тему разговаривали, значит, такое выражение, линейное обрезание, да, которое он провозгласил на сентябрьском своём выступлении в Государственной Думе, значит, по 10% там срезать со всех направлений государственного бюджета. Так вот, линейное обрезание не коснулось сельскохозяйственной отрасли, и у нас впервые, повторюсь, от запланированных первоначально после линейного обрезания 160 с лишним миллиардов рублей бюджет сельскохозяйственный вырастает до 237 миллиардов рублей. То есть правительство сегодня понимает, что объявив продуктовый эмбарго, значит, им необходимо будет в эту отрасль вкладывать серьёзные деньги. И вот они вкладывают, возвращаясь к тому, что я хочу понять, где здесь логика, вот они вкладывают, будут требовать с производителя увеличения объёмов и качества, это всё хлынет на наши прилавки, красиво, а потребление снижается. Ну, не забывайте, что сельскохозяйственная отрасль производит и те виды сельхозпродукции, которые в последние годы увеличивают объёмы экспорта. Это в первую очередь зерно, которое в последние годы действительно в больших объёмах вывозится у нас в пределах Российской Федерации. Поэтому структура производства сельхозпродукции, она достаточно такая большая, и не сказать, что то, что вкладывается, будет именно съедаться на рынке Российской Федерации. Так, то есть у нас основное направление на экспорт? Не основное, но одно из направлений, и это я считаю правильно, потому что мы должны завоёвывать мировые рынки и обеспечивать продуктами питания не только Российскую Федерацию, но и страны ближнего зарубежья, азиатские, африканские страны. И ни для кого не секрет, что Соединённые Штаты Америки, Евросоюз, играет достаточно существенную роль как раз-таки на мировых рынках продажи сельхозпродукции. И в Российской Федерации есть тоже серьёзный потенциал, и этот потенциал необходимо использовать, тем более сегодня на таких серьёзных поводительных рынках, там валюты, допустим, сегодня доллар, у нас практически в два раза её цена увеличилась. По сравнению с прошлым годом, естественно, нам выгодно продавать и зерно, и бобовое, и сою, пытаться... Как бы там не было перекос просто в связи с погони за большими деньгами в валюте, чтобы не вымыло это всё с внутреннего рынка. Есть какие-то лимиты, которые ставят правительство перед сельхозпроизводителями по продаже зерна за рубеж? — Эту процедуру правительство и отраслевые союзы, и Министерство сельского хозяйства, естественно, отслеживают. Я не думаю, что произойдёт ситуация, когда на внутреннем рынке не останется зерна для произведения кормов, тем более у нас такие отрасли, как молочное направление, свиноводство, в последние годы достаточно серьёзно укрепились, и, в принципе, дело идёт к тому, что мы в ближайшее время, наверное, в обозримом будущем сможем обеспечивать себя необходимым минимумом мясной продукции, продукции животноводства, это молоком, и это хорошо. Хотя, чтобы не питать каких-то иллюзий, 237 миллиардов рублей — это та цифра, которую сельскохозяйственная отрасль потратит в этом году. То есть, по сути, бюджет остаётся у нас на сельское хозяйство тот же, что и в 2015 году. — Радует уже то, что его не сократили. — Есть такое изречение, да, чтобы бежать вперёд, чтобы оставаться на месте, ну, необходимо бежать постоянно, да. Ну, если же, опять же, считать наш бюджет на сельское хозяйство в условных единицах, то эта цифра, конечно же, будет меньше, учитывая то, что затраты у нас в сельскохозяйственной отрасли, как и в любой отрасли экономики, растут. Это рост цены на топливо, это рост цены на ядохимикаты, на удобрения и так далее. И тому подобное можно там перечислять очень долго. — Знаете, вот какое у меня ощущение сложилось, Сергей Александрович, после вот всего, что Вы рассказали. Наши с Вами прошлые встречи не только в этом году, но и до того, да, и два года назад Вы всегда говорили, что это катастрофа, это ужасно. Те деньги, которые выделяются на сельское хозяйство, неприлично малы. Они не дают возможности развиваться нашей вот этой отрасли так, как она должна. Это приведет к очень грустным последствиям. Сегодня совершенно иная риторика. В Ваших словах нет ни там даже интонации того, что вот она катастрофой надвигается, учитывая то, что, несмотря на то, что не сократили средства на финансирование сельского хозяйства, действительно инфляция, действительно валюта наша упала очень жесткая в цене, действительно технику закупали, должны были бы закупать все еще за рубежом, она лучше, и так далее, и так далее, и так далее. Откуда у Вас такое вот состояние, что слава Богу, что как бы все не померли, дайте нам хотя бы дышать. Вот сейчас что это? Нет, ну, я думаю, что, слава Богу, что правительство понимает, что... У тебя такое ощущение, знаете, как человек сгруппировался, говорит... Нет, вы, может быть, там мое настроение не совсем прочувствовали. Я говорю о том, что хорошо, что правительство понимает, что сельсхозяйственная отрасль это одна из важнейших на сегодняшний день отраслей экономики Российской Федерации. Они наконец стали понимать, а раньше не понимали. Ну, я думаю, что понимания такого полноценного не было, потому что... Сейчас они поняли, иначе люди будут голодать просто. Нет, потому что ходили такие разговоры и такие мнения, что в случае отсутствия сельсхозяйственной отрасли в России мы за нефтедоллары, за продукцию металлургии, редкоземельные металлы... Да, все купим, поменяем. Значит, у нас нефтяной дождь, у нас бюджет наполняется, у нас есть возможность дополнительные средства, полученные сверх запланированных доходов... А сейчас краны перекрыли. Вкладывать в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки, да, у нас огромный стабилизационный фонд. И действительно складывалось впечатление, я думаю, что у большого числа и министров, и ведомств различных, о том, что в случае чего страна сможет прокормить себя за счет поставок извне. Сегодня есть понимание, что могут появиться форс-мажорные обстоятельства, и необходимо, ну, по крайней мере, не сокращать, а сохранять тот бюджет, который необходим для того, чтобы сельсхозяйственная отрасль совсем не загнулась. Вот, все, я услышала, чтобы совсем не загнулась, вот, наконец-то. В принципе, я на том же мнении стою, стоял и буду стоять, да, что для сельского хозяйства вложений из бюджетов всех уровней ничтожно малые. Вот всегда, для сравнения, говорю о том... Сергей Александрович, скажите мне, будут у нас голодные бунты в следующем году? Я думаю, что голодных бунтов в следующем году в Российской Федерации не будет, потому что достаточно хороший и серьезный урожай собран у нас в зерновых. Да, прекрасно. Более 100 миллионов тонн мы собрали. Отрасль у нас, слава богу, медлен, но развивается. То есть хлеб, крупа, на столе молоко, яйца будут? Да, я думаю, что после проведенного Госсовета по проблемам рыбной отрасли, где там президент в очередной раз накрутил и министерство, и представители рыбной отрасли, у нас возможно... Он накрутил или все-таки придал какого-то ускорения и дал возможности? Я придал небольшое ускорение, и, значит, я думаю, что и рыба у нас должна в ближайшее время на столах... Вернуться из Китая. ...появиться, да, свежая. Поэтому я все-таки надеюсь, что в 2016 год мы проживем, и я надеюсь, что на столах россиян у нас будут основные продукты питания сохранены. И вот вопрос о доступности этих продуктов питания, он, конечно же, с проведения дня не снимается. Так, я чувствую, что мы сегодня из всего списка вопросов, которые я подготовила, на первом и останемся, потому что мы обсуждаем бюджеты. О бюджете можно говорить бесконечно. Давайте мы с вами отдельную программу сделаем по продуктам питания и перспективам цены. Я единственную хотел, вот штрих последний такой, да, добавить, и на всех круглых столах пытаюсь, и в Комитете Государственной Думы говорить о том, что Соединенные Штаты Америки для поддержки своей сельскохозяйственной отрасли ежегодно тратят на программу обеспечения продуктовыми карточками или сертификатами порядка 44 миллионов граждан своих, да, у которых там по нормативам этой страны низкие доходы, практически 60 миллиардов долларов, да. По этим продуктовым сертификатам они имеют право в магазинах продуктовых отовариваться, брать молоко, сыр, там, мясную продукцию, хлебобулочную. У нас что-то подобное социальную карту. У нас социальную карту губернатор в этом году пилотный проект опробовал, я думаю, что он интересный. Об этом начали задумываться у нас федерации, да. Ну, вот для сравнения, 60 миллиардов долларов тратят на поддержку через продуктовые сертификаты американское правительство своих сельхозтоваропроизводителей. У нас 237 миллиардов с регионами, это порядка 300, там будет 50, может быть, миллиардов на поддержку всей сельскохозяйственной отрасли. Ну, поделите на 60, там, примерно 5 рублей за доллар. Ну, вот цифра получается, у нас там 6 миллиардов долларов мы тратим на все сельское хозяйство. Что вы предлагаете? 60, я предлагаю, и об этом уже говорил на прошлой вашей передаче, я предлагаю правительству все-таки включить станок для того, чтобы начали обеспечивать экономику денежной массой, которая сегодня составляет порядка 45% от ВВП, да. И на сегодняшний день мы находимся где-то в конце таблицы, рядом с таким государством, как Попо-Новая Гвинея. Для примера тоже могу сказать, что, допустим, японская экономика обеспечена денежной массой на 160%, китайская на 200%, но, к сожалению, у правительства нет инструментов сдерживания коррупционной составляющей, да. И здесь появляются такие противоречия, вроде бы в экономику необходимо вкладывать деньги, печатать, начинать, включать печатный станок, и через различные государственные программы увеличение, вот, несмотря на ваш скептизм о том, что вы говорите, там, заработную плату, я за то, чтобы заработную плату и бюджетникам, и аппарату государственной думы, напечатав деньги, и через это стимулировать потребление, естественно, и экономика заработает. У нас же на сегодняшний день, вот смотрите, что происходит, у нас сокращение выплаты пенсионерам, бюджетникам, то есть ограничивают возможность роста потребления, а с другой стороны, Центробанк повышает процентную ставку по кредитам. То есть, если ранее этот канал действовал, когда производитель мог получить кредит и вбросить в экономику деньги, и здесь же работал денежный станок, то сегодня нет возможности ни через кредитные ресурсы в экономику деньги вбросить. — Сергей Александрович, скажите мне, пожалуйста, мы вот с Вавиловым на прошлой неделе, Андреем Николаевичем, нашим бизнес-омбудсменом говорили о том же, и я приводила в пример, как Столыпинский клуб презентовал правительству свою программу, и первым пунктом там тоже был Столыпинский клуб, и насколько я понимаю... — Я знаю, это Глазев, это другие экономисты Титов, я читал. — Первым пунктом было включить печатный станок, и они не единственные, и все это подтверждают. Почему правительство этого не слышит? — Понимаете, разные есть мнения, домыслы... — Только коррупция их, где не боятся коррупции? — Не только коррупция, у нас есть очень серьезные, сильные мировые финансовые организации... — Которые мешают нашему правительству закустить станок? — Ну, вы понимаете, вот... — И что Владимир Владимирович находится под прессингом этих серьезных финансов международных организаций? — Я думаю, что мы... — Он же может дать распоряжение? — Я думаю, что мы в мировом пространстве, тем более в мировой экономике, не одни, да? И мы должны учитывать и мнения, и пожелания, и направления, тенденции, которые, к огромному сожалению, для стран третьего мира сегодня существуют. — Ну-ка скажите, яснее и честнее. Что это значит? — А существует что сегодня? Существует постоянная борьба с ограничением, вернее, с сокращением расходов государственных бюджетов. То есть, в моем понимании, нашему государству просто мировые экономические институты не дают возможность начинать стимулировать потребление. — Извините, кто помешает Путину включить печатный станок? — Плюс второй фактор — это коррупциогенность сегодня власти. Это понимание того, что в случае начала наполнения денежной массы экономикой, огромный процент этой денежной массы уйдет определенному проценту чиновников, людей, которые будут задействовать в распределении этих денежных средств. Ну вот, я считаю, что, в принципе, эти два фактора, они на сегодняшний день сдерживают как раз-таки наполнение финансовым главным инструментом денежной массы нашей экономики. — Это очень любопытная позиция. Мы сейчас переремся на короткую рекламу. Напоминаю, вы слушаете особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы от Кировской области. Через две минуты вернемся и будет у нас блиц. — Началось, — сказала я, — это особое мнение, оно не началось и продолжается. И свое особое мнение высказывает депутат Государственной Думы от Кировской области Сергей Доронин. Нам тут поступают вопросы по телефону и на сайт. Напоминаю, что на сайте всегда есть возможность задать вопрос нашим гостям. Мы выкладываем в разделе «Анонсы» специальную форму, туда вы можете писать свои реплики и вопросы. Так вот, Александр пишет. — Сергей Александрович, добрый день. Будете участвовать на выборах в Госдуму от «Справедливой России» или перейдете в другую партию? Во-первых, будете ли участвовать? — Нет, о своем участии, естественно, я думаю, есть ряд факторов, которые от меня не зависят, которые могут позволить, либо не позволить мне заявиться на выбор в Государственную Думу. — Какие это факторы? — Ну, это различные факторы. Есть у нас Центральный Совет партии, который вообще-то по уставу выдвигает кандидатов в депутаты Государственной Думы. Есть у нас Совет регионального отделения, который должен поддержать те или иные кандидатуры. То есть партия — это такой достаточно организм живой. — То есть препятствие — это решение партии? — Да. И, естественно, одно из основных — это желание самого кандидата. Поэтому я над этой темой или над, так скажем, над процедурой выдвижения в следующем году думаю. Ну, я могу точно радиослушателям сказать, что вот это не предел моих мечтаний. — А куда вы стремитесь? — Ну, вы знаете, я до этого занимался достаточно долго бизнесом, и, в принципе, я готов у тебя... — Но если партия скажет, вы пойдете? — Нет, ну, еще раз я повторюсь, я думаю, если я такое решение приму, я, естественно, об этом сообщу. — Так. Ну, тут еще был вопрос. Если отстраниться от выборов Госдумы, там, хотя говорят, вы справедливы в России, или перейдете в другую партию? Как-то так. Что-то кто-то знает, Александр Провозков? — Нет, я в партию другую не собираюсь ни в какую переходить. — То есть, в принципе, мне достаточно комфортно работать и в качестве депутата от Кировской области в Комитете по сельскому хозяйству, где, в принципе, я свои навыки профессиональные применяю, да, ну и, в принципе, в нашей команде партии «Справедливая Россия» я тоже достаточно комфортно себя ощущаю. — То есть, если пойдете, то от этой партии? — Естественно. — Есть вопрос от нашего постоянного слушателя, который следующий пишет. Это Владимир Волков. Он борец за деалкоголизацию и де-тапокизацию, если так можно сказать. Он говорит, что по данным экспертов общественного совета Российской Федерации, ущерб от торговли алкоголем и табаком несколько раз превышает все доходы. Но имеется в виду здоровье граждан. — Может ли ваша партия «Справедливая Россия»? Видимо, он имеет в виду поддержать движение за трезвый и вязкий край. Есть контакты. — Вы знаете, наш депутат в законодательном собрании Сергей Сергеевич Паушин, он как раз-таки специализируется на теме продажи алкоголя и наведения порядка в продаже алкогольной продукции. Если хотят услышать мои мнения радиослушатели, то я за то, чтобы полностью передать под государственный контроль как переработку продукции изготовления спирта, так и продажу алкогольной продукции, как это делается, допустим, в стране Финляндии. — То есть все ликероводочные заводы должны стать государственными? — Да, да, да. То же самое касается, наверное, табачной продукции. Ну а если говорить о том, что у нас достаточно большой процент людей, которые страдают алкогольной зависимостью, и то, что есть проблемы в государстве у нас сегодня и с алкоголем, и с табаком, я целиком вот это мнение и экспертное, в первую очередь, мнение поддерживаю. Естественно, бороться с этим необходимо, но, на мой взгляд, не ограничительными мерами, да, а бороться необходимо открытием спортивных залов, значит, пропагандой здорового образа жизни, популяризации спорта, как любительского, так и профессионального, — Открытие секций, да, детских, спортивных, школ, модернизации, вложения денег, а не открытие МЛТП и методотрезвителей. Я думаю, что мы в нашей истории, в Советском Союзе, этот путь прошли, и многие понимают, что он ошибочен. — Да, у нас остается буквально 6 минут до конца программы и два вопроса. В пятницу, 23 октября, Госдума приняла закон о двукратном увеличении штрафов за просрочку платежей за услуги ЖКХ. Вообще, Российский Народный фронт, между прочим, считает эту меру, что она не приведет к числу неплательщиков, а мера эта неэффективная и не решит проблемы отрасли. А Вы как считаете? — Я не считаю, я голосовал против принятия данного закона. Я считаю, что это усугубит ситуацию с неплательщиками. Это очередная долговая удавка, долговая яма. Это проценты на проценты. Это рост числа людей, которые будут числиться в и так уже больших, бесконечных списках неплательщиков. Я думаю, что эта мера ни к чему не приведет к хорошему, а усугубит проблемы с неплательщиками ЖКХ и как раз капитальный ремонт, о котором в этом законопроекте говорится. Со своей стороны, мы, депутат «Справедливая Россия», вышли с несколькими интересными, на мой взгляд, законопроектами. В первую очередь, освободить оплату за капитальный ремонт пенсионеров с 80 лет и старше, имеющих в собственности жилье, освободить на 50% оплату за капитальный ремонт инвалидов. Я считаю, что эта мера, конечно же, необходима. Ну и вышли с двумя инициативами в Конституционный суд. Это в первую очередь признание несправедливым взымание денег в общий котел, с граждан, за капитальный ремонт. Есть здесь проблемы, мы считаем, что деньги, они должны собираться и гражданами именно на свой дом. Ну и еще одна инициатива, которая вышла от нашей фракции в Конституционный суд, это о признании возможности не платить за капитальный ремонт собственникам жилья, которым в свое время государство в ненадлежащем виде задало жилые дома. Мы это обсуждали. Перспективы, пожалуйста, вот этих ваших предложений. Вы знаете, здесь к нам присоединились две фракции, коммунистов и ЛДПР. Я думаю, что в ближайшее время Конституционный суд должен дать разъяснение. Что значит в ближайшее время? Ну, я не знаю, в течение месяца-двух, я думаю, что мы получим разъяснение. В декабре мы уже будем понимать. Да, я думаю, что будет понятна позиция Конституционного суда, и дальше мы уже будем действовать по мере поступления ответа. Еще один вопрос. Это вопрос по росту налога на имущество физических лиц, имеется в виду. Вот наш постоянный гость, ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов, он сказал, что рост платы может оказаться таким, что иметь жилье гражданам будет не по карману. А вы как считаете? Ну, я не думаю, что будет не по карману, но то, что это серьезная проблема как для физических лиц, так и для юридических лиц, несмотря на то, что в очередной раз в своем послании президент говорил о том, что не будут подниматься налоги, но в первую очередь он имел в виду юридические лица, но тем не менее правительство с такой инициативой вышло, и это, конечно же, серьезная проблема. Это один из индикаторов, что с нашей экономикой не все в порядке, я даже скажу вам больше. С граждан за 2015 год увеличили вкратно по многим направлениям так называемых государственных пошлин. Вот для примера вам скажу, что получение паспорта гражданина Российской Федерации сумма сбора увеличилась в два раза. Замена паспорта гражданина Российской Федерации в полтора раза. При потере паспорта гражданина Российской Федерации пошлина увеличилась в три раза. Получение свидетельства о разводе увеличилось в два с половиной раза. И вы почему-то при этом так улыбаетесь. И таких индикаторов, помимо увеличения сборов различных и налогов, у нас, в России, можно перечислять достаточно. Да. И вот я приведу пример, цитату вашего коллеги из Государственной Думы, это депутата Тюменской области Вячеслав Тетекин. Он, кстати говоря, о просрочке платежей за услуги ЖКХ и штрафы и остальные налоговые всякие санкции. Он сказал, что с такими действиями правительство Российской Федерации и Единая Россия закладывают мощнейший детонатор социального взрыва. Я согласен целиком и полностью. И возвращаясь к вашему вопросу, мы с вами пытались вот этот клубок противоречий распутать по, почему же у нас прогнозируется падение оборота розничной торговли. Один из вот таких серьезных факторов, это как раз таки повышение взимания по различным налогам, сборам, капитальным ремонтам с граждан. Да, поясните, у нас полминуты буквально. Естественно, они будут экономить и на продуктах питания. Вы серьезно считаете, что социальный взрыв в России приближается и он неизбежен? Ну, знаете, вот еще пару налогов ввести нам, да, на, там, как когда-то в мультфильме, в любимом мной в детстве, там, Чаполино, Синьор Помидор сказал с того момента, как мы повысили цены на воздух, вы стали меньше дышать, да. Вот нам еще пару налогов придумать, и я думаю, что социальный взрыв, конечно же, он не за горами. И население, ну, оно бесконечно выплачивать различные платежи из так уже скудных пенсий, конечно же, не может. У нас время закончилось, это была программа «Особое мнение», и сегодня в гостях у нас был Сергей Доронин, депутат Государственной Думы от Кировской области. Я вас благодарю. До свидания. Спасибо большое.